Добрый вечер! В эфире нашего телеканала информационная программа подробности. Сегодня, 24 марта, во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. И у нас в гостях Елена Долженко, заместитель главного врача областного противотуберкулезного диспансера. Здравствуйте, Елена Николаевна! Здравствуйте! Ну вот, если можно, расскажите нам, на сегодняшний день в Рязани области какова ситуация с заболеваемостью туберкулезом? В последние годы ежегодно отмечается снижение основных показателей по туберкулезу. Каких? Стало меньше больных выявляться, стала меньше распространенность туберкулеза, в том числе с заразными формами туберкулеза, уменьшилось количество людей, которые умирают ежегодно от туберкулеза. И вроде бы нас должно это очень радовать. Мы, конечно, этому радуемся. Потому что, если сравнить по цифрам, то 10 или 15 лет назад ежегодно у нас в области выявлялось около тысячи и иногда даже больше тысячи новых больных туберкулезом, а умирало больше 200 человек от туберкулеза, то в последний год, вот 2014 год, у нас было выявлено 527 случаев туберкулеза, а умерло всего 49 человек. Вроде бы цифры обнадеживающие. Но это не повод расслабляться. Да, вы знаете, мне хотелось бы обязательно сказать о том, что, несмотря на то, что у нас отмечаются такие позитивные сдвиги, как и, кстати сказать, в целом по стране. Мы являемся зеркальным отражением того, что происходит в стране. Но наши показатели хорошие, если сравнить с другими территориями. Но, тем не менее, уповать на лаврах ни в коем случае нельзя, потому что туберкулез не прощает своего невнимания. И если мы ослабим свое внимание, не будем целенаправленно проводить все профилактические мероприятия, то он нас накажет. И у нас будет опять рост заболеваемости. Какие основные профилактические мероприятия, на что человек должен обращать внимание, какие процедуры, обследования проходить для того, чтобы чувствовать себя уверенно? Ну, во-первых, мне еще хотелось бы в дополнение к тому, что я сказала, поблагодарить все медицинские учреждения нашей области за вот такую плодотворную, целенаправленную работу по раннему выявлению и профилактике туберкулеза. Потому что все результаты положительные, которые мы добились в последние годы, нами, одними, они ни в коем мере не были бы достигнуты. Поэтому это достижение, конечно, всего медицинского сообщества нашей области. Мне хотелось бы от лица всех граждан нашей области поблагодарить медицинские учреждения за такую работу. Это первое. Второе. Что мне хотелось бы сказать для граждан? Ну, как ни странно, основной метод раннего выявления, основной метод профилактики туберкулеза – это как раз организация раннего его выявления. Как это ни странно звучит. Потому что чем раньше мы выявим этого заболевания, а значит, человек будет не заразным, у него будет не распространенная еще форма туберкулеза, значит, он вокруг себя или вообще не успеет никого заразить, или заразит малое количество людей. Поэтому в первую очередь это, конечно, ежегодные профилактические осмотры на туберкулез. У взрослых и подростков флюорография, у детей туберкулиновые пробы. Но это что касается ранних методов выявления. А так, конечно, мы должны все знать, что любая болезнь, в том числе и туберкулез, к нам не сможет подкрасться очень быстро и плотно, если мы будем вести здоровый образ жизни. Вот это мы тоже должны знать. Поэтому элементарные меры гигиены, закаливания, физические упражнения, достаточный сон, правильное питание – вот все элементарные меры, которые мы должны использовать, и туберкулезу будет сложнее подобраться к нам. За последнее время у нас в Рязани и области как развивается именно с точки зрения медицины борьба с этим заболеванием? Может быть, появляются какие-то новые, не знаю, вакцины, приборы? Вот в этом плане что-то новое есть? Да, конечно. Конечно. Вообще, вы знаете, я думаю, что все люди видят, медицина в последние годы развивается очень бурно. Появились новые технологии как в выявлении, так и в профилактике, так же и в лечении многих заболеваний, в том числе и туберкулеза. Но какие новшества у нас появились в последние годы? Помимо того, что изменился календарь профилактических прививок от туберкулеза, раньше было три прививки, теперь детей прививают только два раза на фоне улучшения вот такой эпидемиологической ситуации по туберкулезу. У нас появились новые диагностические тесты выявления туберкулеза у детей. В частности, мы все с вами знаем о традиционной реакции МОНТУ. А в последние годы все шире решили использоваться в раннем выявлении туберкулеза, так называемой новой технологией туберкулиновых проб с использованием рекомбинантного туберкулина диаскин-теста. У нас пришли на смену пленочным флюорографам цифровые аппараты. Это тоже очень хорошо, потому что снизилась лучевая нагрузка, изображение очень качественное, хорошее. Это тоже играет немаловажную роль в выявлении туберкулеза. Но и наш диспансер, безусловно, в последние годы оснастился новой современной техникой как для диагностики, так и для лечения. Ну, в частности, например, для бактериологической лаборатории мы получили новые аппараты, с помощью которых мы сможем очень быстро выявлять возбудитель туберкулеза и определять его лекарственную чувствительность. И таким образом мы каждого человека будем лечить индивидуально, именно теми лекарствами, к которым чувствительна его туберкулезная палочка. У нас установлен компьютерный томограф. Мы очень гордимся этим, потому что мы тоже теперь считаемся современным медицинским учреждением. Наши хирурги получили видеоторакоскопическую стойку, и теперь операции нашим больным проводятся малоинвазивными методами из малого доступа, потому что любая операция на грудной клетке, особенно если она делается женщине, конечно, она переживает, какой у нее будет рубец в последующем. А теперь операции будут производиться из малого доступа, будет не больше 5 сантиметров этот рубчик. Так что да, мы развиваемся, и безусловно появляются какие-то новые технологии. Елена Николаевна, помимо того, что каждый год нужно делать флюорографию, вот на что нужно обращать внимание человеку в плане своего здоровья, какие, так скажем, тревожные звоночки должны нас заставить задуматься о том, что, может быть, следует обратиться вот именно к специалисту вашего диспансера? Первый тревожный звоночек, о котором должен вспомнить человек, если он не обследовался два года и более. Это самый главный тревожный звоночек. Почему? Потому что, к сожалению, именно из этой группы населения, которые долго не обследуются, выявляются плохо излечимые формы туберкулеза, или иногда вообще неизлечимые. Поэтому это первый звоночек. Ну, а если появились такие симптомы, как повышенная слабость, утомляемость, ночная потливость, беспричинный длительный кашель, ну, не дай бог, тем более кровохарканье и боли в грудной клетке, то, конечно, эти признаки, безусловно, должны заставить человек обратиться к своему участковому терапевту. И в последующем, если при проведении обследования в своей поликлинике возникают какие-то подозрения на туберкулез, такой гражданин будет направлен к нам в областной противотуберкулезный диспансер, где будет проведено углубленное обследование. Если будет необходимо, он будет госпитализирован для проведения диагностических процедур. Если нет, то в амбулаторных условиях. Ну, и при исключении туберкулеза он вернется обратно для лечения в свою поликлинику. Ну, а если не выявится туберкулез, он будет госпитализирован к нам в диспансер. Но в любом случае, даже если выявляется туберкулез, людям не стоит ставить крест на свои жизни, это же на сегодняшний день все излечимо Я благодарю вас за этот вопрос, потому что, безусловно, некоторые люди, когда им говорят, что у них выявлен туберкулез, они себя считают уже обреченными на смерть, на то, что они на всю оставшуюся жизнь останутся вот с этим заболеванием Люди должны знать, что в настоящее время основная часть больных туберкулезом, если тем более люди хотят вылечиться, они вылечатся Поэтому проблема будет заключаться только в желании человека Конечно, бывают изредка случаи, очень редко, когда развивается лекарственно устойчивый туберкулез изначально, прямо вот сразу И бывает очень сложно такого человека вылечить, но это исключение из правил, как и все бывает в нашей жизни Елена Николаевна, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли, мы вам желаем поменьше больных и благодарим за вашу работу Спасибо, а я хочу пожелать всем жителям нашей области здоровья, здоровья и здоровья Мы присоединяемся к этим пожеланиям, желаем вам доброго вечера, до встречи в следующих выпусках Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!